Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хотел в этом ролике затронуть тему, касающуюся экономики Армении и ситуации в Нагорном Карабахе. Вот нашел статью под названием «Драм умирает, электричества не хватает, хлеба не хватает». Но теперь после этой войны, которая Армения проиграла, сейчас очень обострилась ситуация в экономике этой страны. И курс драма упорно падает. Ну вот фотография, здесь написано. Армянская экономика напоминает сокрушенный азербайджанскими дронами этот грузовик. Вот на снимке показаны сейчас в комсостоянии экономика Армении. Ну и теперь вот по заявлению вот этого министра Копа Варданяна, ситуация такая, что в Нагорном Карабахе раньше было очень более десятка ГЭС, которые вырабатывали электроэнергию. И Карабах сейчас потерял эту территорию и все электростанции. И теперь надо самой Армении обеспечивать Карабах электроэнергией. Раньше самому Карабаху хватало выработать эти, сколько там, вот 330, раньше 590, что-то миллион киловатт-час там вырабатывали. И теперь у них нечем, нет электростанции. Им придется сейчас все это, чтобы армя со стороны Еревана, вся эта электроэнергия шла туда. Но раньше в Карабахе она стоила 7% дешевле. И теперь там электричество подорожает, как бы и возможно большие потери на доставку и на производство. И первым забил в колокола Акоп Варданян, вот он забил в колокола. И теперь этот дефицит электроэнергии будет... Смысл в том, что будет, произойдет рост цен. А дорогое электричество придет к росту практически всех остальных товаров. Ну, когда электричество дорожает, вследствие того будут дорожать и все, соответственно, товары в магазинах. Ну и вот теперь, что он пишет. Он пишет, что... Он заявил, что в стране скоро будут проблемы с хлебом. И это понятно. Сегодня здесь нет торговли, грузоборота. Объем внешней торговли составляет даже 15%. Но это касается ситуации еще в Ханкинди. Пшеницы в Карабахе тоже больше нет. И проблемы с хлебом неизбежны. Ну да, раньше там на территории, где подконтрольные до войны были армянам, они выращивали пшеницу. И за счет этого еще был и хлеб у них, и все. И, как сказать, урожай был. А теперь все. Они потеряли территорию и потеряли, значит, и урожай, и хлеб, и все. А где это все выращивает? Ну вот вопрос еще. И тем более еще сейчас тысячи беженцев тут из Карабаха, которые... Нужно им питание, крыша над головой. И в апреле, в марте-апреле, экс-премьер и вовсе прогнозировал голод. Я вижу мало хорошего. У нас имеются серьезные земельные потери. Ну правильно, он заявил, что у них земельные потери. Которые дадут о себе знать. По части производства пшеницы, мяса и молока, заявил Багратян. Ну вот, да, потеряли территорию, потеряли и все. И там мясо выращивали, коров, и все было там. И пшеница, и птица там, и все. То есть, ну, производство было. Теперь ничего не осталось. И вот он заявил, что ситуация трагическая, конечно. И теперь, учитывая вот эту ситуацию в республику, это институционный кризис, можно утверждать, что в 21-м году станет для Армении началом Великой депрессии. Сейчас еще у Армении большая проблема, что она должна, как сказать, в течение последних двух лет госдолг Армении возрос до 8 миллиардов долларов. А с учетом сейчас формирования новокредитного бремени, в текущем году он дойдет до 9,5 миллиарда долларов. В общем, госдолг огромный, а само ВВП Армении оставляет всего лишь 8,8 миллиарда. В общем, критическая ситуация. Сейчас я вам покажу еще ролик немного. Вот эти внизу ролик, где эти миротворцы российские выдают продукты армянам, которые живут в Ханкин-Ди. Вот они помогают, вот их восстанавливают продуктами. Хорошо, что хоть российские военнослужащие привозят им эти макароны, там видно тушенку, еду. Что сейчас очереди беженцы, которые вернулись в Ханкин-Ди, получают допаек. Вот, молодцы, российские миротворцы помогают. Но это уже другое. В общем, тема такая еще, что сейчас армяне получили еще по возвращению, как сказать, в Ханкин-Ди дополнительную сумму денег каждому приезжающему по 130 долларов, а одновременное пособие, ну, как сказать, денег. Но это, не знаю, в течение двух или трех месяцев, потом больше платить не будут. И еще они получили по 300 долларов, у кого было повреждено жилье в результате обстрелов, им тоже выделяли это пособие. Так что многие услышали, как сказать, что им будут выделяться эти деньги. Они и возвратились назад туда, в Ханкин-Ди, и получили эти пособия. И после этого, ну, как теперь они, как бы, проживают на эти деньги. В течение двух-трех месяцев им будет точно выплачивать эти, говорят, по 130 долларов. Ну, за счет денег они этих жить будут. Ну, ладно, эту тему мы закроем. В общем, с экономикой Армении очень тяжелая ситуация. Сейчас я говорю, и в Ханкин-Ди там. Хорошо, что россияне помогают им продуктами. Ну, теперь нашел такой ролик, вот, обсудить. Обсудить я, у меня был недавно ролик, что массовая продажа квартир в Ханкин-Ди. Еще хотел немножко почитать комментарии. У меня тоже был такой ролик, похожий, многие там армяне мне писали, что это вранье, что, мол, там ничего не продается. Ну, вот вам. Армяне больше не сжигают дома, массовая продажа квартир в Ханкин-Ди. Вот, та же самая тема. Ну, вот я вам комментарии почитаю, ради, чтобы было кому интересно. И вот пишут, что люди тут в комментариях, Джамиля Мамедова пишут, ничего не покупайте у армян. Пусть бросают, уезжают. Как наши все побросали, уехали в свое время. А вы уверены, что эти квартиры принадлежат им? Ну да, сейчас вопросов много с недвижимостью, с квартирами, с домами. Неясно, кому эти дома там и квартиры принадлежат. Есть ли документы у армян, которые их продают? И вот еще Эмиль Ханкин-Ди написал. «Я из прекрасного города Ханкин-Ди. Поверьте, я бы все отдал, чтобы вернуться в свой родной город. Он не такой уж маленький, чистый, зеленый европейский город. Таким остался Ханкин-Ди в моих детских воспоминаниях. Детство, украденное армянскими палачами». Это написал Эмиль Ханкин-Ди. Он раньше жил, и потом пришлось ему эмигрировать. Его выгнали, и вот теперь хотят вернуться и купить там квартиру, или снять, или, в общем, чтобы ему выделили там квартиру на азербайджанское правительство. Ну, я решил еще почитать комментарий, и нашел комментарий, что, мол, ну, зачем покупать? Вот пишет тут такой Юсуф Махмуд. Надо мечеть построить и пять раз в день азам давать. Они не продают, а все отдадут. Типа надо построить мечеть в центре Ханкин-Ди и азам туда громко включать. Ну, вот еще комментарий. Юсуф, ты молодец, правильно. Надо несколько мечетей построить и мощные динамики по несколько штук на каждую мечеть, чтобы страх у них слился. И каждому динамику лепить. Знаете, у меня, честно сказать, тоже чувство юмора есть. И, как сказать, сейчас я вам поставлю эту вот картинку. Представляете, вот вам мечеть. Вот, сейчас я вам включу азам. Так. Это азам в Ханкин-Ди, представьте, звучит. Знаете, я насколько выносливый, так сказать, к музыке, может, азам бы послушал, но если каждый день по пять раз в Ханкин-Ди будет звучать азам, то, конечно, да, армяне там долго не проживут. Ну, ладно, ребята. Спасибо за просмотр. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.